Здравствуйте, в эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. — Говорить мы сегодня будем о конфликтах и об отложенной честности. В прошлой передаче был вопрос от зрительницы о возникшем напряжении в ее семье. И, как мне показалось, оба избегают начать разговор, избегают вот этого конфликта. И сейчас вообще тема конфликтов, она всегда актуальна, но сейчас какое-то время такое наступает. Напряжение, с одной стороны, после самоизоляции начинает спадать, но, по моим ощущениям, люди все больше начинают выяснять отношения вокруг. Вот хотела вас спросить, Алексей, может, вы вспомните или приведете примеры своей практики? Вообще, есть ли такая проблема, что люди избегают конфликта? Я, наверное, так начну отвечать. Вот вы сейчас сказали замечательную фразу, на мой взгляд, люди начинают выяснять отношения. Вот я подумал, что для меня это будет, наверное, как для специалиста и как для человека существующего. Вот сейчас большой радостью, если мы избавим это словосочетание «выяснять отношения» от негативной какой-то составляющей. Мне кажется, что выяснять отношения – это хорошо. Ну, по крайней мере, это может быть хорошим. Когда мы выясняем, кто мы друг к другу, как мы друг к другу относимся, как мы друг на друга реагируем. Потому что, ну ведь, честно говоря, может быть, я о себе скажу, но мне кажется, что я скажу из-за части людей. Нам интересно, как на нас реагируют люди. Мне интересно, как вы на меня реагируете, Елена. Мне интересно, как на меня реагируют зрители. Если бы они мне могли об этом сказать, да, или если бы я мог сказать вам о чем-то. Ну, по крайней мере, создается впечатление, что была бы какая-то определенная ясность, да. То есть с этим можно было бы что-то делать. И мы с вами в прошлый раз еще говорили о том, что люди очень много фантазируют. То есть я могу сидеть, не выясняя отношения, фантазировать. Чего вы про меня думаете, да. А вы, соответственно, делать то же самое. Вот. И разговор в этом смысле кажется, ну, таким хорошим средством, чтобы, в конце концов, прояснить, хотя бы на сегодняшний день, чего у нас происходит. Мы дружим или воюем? Мы близки или мы далеки? У нас будет секс вечером или у нас его не будет, да. Мы, нам нужно покупать бутылку вина и что-то отмечать. Или нам нужно покупать каждый свои фильмы, и мы будем смотреть. Ну, то есть вот какой-то определенности хочется, да. И кажется, что разговор, выяснение отношений, он должен как-то прояснить эту ситуацию. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Я знаю, что люди не любят выяснять отношения. И ваш вопрос, есть ли у меня примеры, ну, моих пациентов или людей, которые приходят в кабинет, которые не выясняют отношения. Я думаю, что это каждый первый человек. Ну, конечно, смотря как посчитать. То есть мне кажется, что люди, например, в семье не разговаривают, хотя им вполне может казаться, что это наоборот, они разговаривают, да. Вот сегодня, если уж к примерам. Пример мы очень любим, мы много говорили. Вот я могу сказать, что не так давно практически каждый день ко мне приходят люди, которые вот рассказывают о себе, да. Вот не так давно пришла женщина, которая сказала, что ее супруг принципиально не любит разговаривать об отношениях. Ну, может быть, это наша мужская черта. Я не знаю, может быть, телезрители что-то об этом знают. Но при этом он как-то же общается с ней, да. И можно, наверное, говорить о том, что своим молчанием или своим нежеланием он тоже что-то хочет ей сказать. Ну, я к тому, что люди не всегда словами выражают свой разговор. То есть не всегда это речевые какие-то конструкции. Ну, я попробую вот с этой стороны зайти. Я часто слышу, по крайней мере, может быть, по себе знаю, как по мужчине, или слышу от моих пациентов, что мужчины предпочитают, ну, как бы дела, назовем это так. То есть мужчины говорят о своих чувствах и своих отношениях делами. Что значит делами? Он, супруг, может быть, на вопрос жены, почему он с ней не разговаривает, или, может быть, не любит, или, может быть, что-то изменилось, он говорит, ну, ты с ума сошла. Смотри, я взял дополнительных 10 работ, ну, я утрирую одну работу, да, я теперь еще позже прихожу, я зарабатываю деньги, я приношу у того самого мамонта, да, те самые ресурсы в нашу семью. Неужели ты думаешь, что или я там что-то починил, я что-то купил к нам домой, я купил новый телевизор, да, или я купил новую машину, или я накупил продуктов, вот посмотри, а ты хочешь, чтобы мы разговаривали, я тебя не очень понимаю, да, почему ты меня не слышишь в моих продуктах, в моей машине, в моей заботе? Потому что ты меня не слышишь, мне, как женщине, важно поговорить об эмоциях, о чувствах и, да, действительно выяснить отношения. Я хочу немножечко прерваться и обратиться к нашим телезрителям, у нас прямой эфир, звоните в студию по телефону 202-11-22, код города Самара 846, задавайте свои вопросы, рассказывайте истории, можете звонить и своим мнением каким-то делиться, присоединяйтесь к дискуссии. Я запомнил вашу последнюю фразу, Елен, по поводу ты меня не слышишь, и я, наверное, вот это половое или гендерное различие все-таки замечаю в кабинете, где, ну, так повелось, я не знаю, это национальное, это все-таки половое, то есть вне национальное, да, что мужчины молчаливее, они скорее возьмут сигарету и нервно закурят, или отвернутся, или сложат руки на груди и будут молчать, и сопеть, или они уйдут в другую комнату, что-нибудь разбомбят, ну, случайно разобьют кружку, да, махнут рукой, стукнут дверью, ну, что-то вот такое невербальное проявят. Может быть, женщины более созревшие в плане языка, и они больше вербализуют. Мужчины не любят слезы женские, ну, в большинстве своем, я знаю об этом, да. Я на приеме вижу, когда супруг начинает так аккуратно локотком пихать свою жену, когда вдруг из нее начинает течь вот эта физиологическая жидкость. Перестань плакать? Да, перестань плакать. Не позорь нас? Ну, не позорь нас, или, может быть, ему кажется, что такую супругу должен видеть только он, ну, вот такую размягшую, слабую, вот такую беззащитную, да, здесь она позволяет себе это в присутствии другого человека, другого мужчины, например, да, и он как-то ее одергивает. Ну, в общем, возвращаясь, мы, кажется, не очень любим говорить, мы больше можем выпить, стукнуть, мы об этом тоже начинали говорить, да, в конце концов, крикнуть, заткнись, закрой рот, я не могу этого больше слышать, ну, или пойти в гараж что-нибудь ремонтировать. Я вот вспомнила сейчас историю тоже в качестве примера, слышала ее от знакомых, молодая семья, прожили два года, и с их точки зрения у них были идеальные отношения, все было прекрасно. Ну, в какой-то момент жена пришла домой, зашла на кухню и увидела крошку на столе, одну крошку. Она, захотев вытереть эту крошку, резко открыла там шкаф, чтобы взять новую тряпку, потому что, как оказалось, в раковине лежит грязная тряпка. Она оторвала дверцу этого шкафа, пошла в какую-то другую комнату, там еще что-то у нее произошло. В общем, дело кончилось тем, что она влетела, как фурия, в комнату, где ее муж смотрел телевизор, там, канал про животных какой-то, и она на него накинулась чуть ли не со шваброй, начала драться. Я знаю, что они обратились к психологу, потому что они собрались развестись. И психолог задал им первый вопрос, разговариваете ли вы о чувствах? И для них было удивление, и они сказали, а зачем? В чем смысл вообще разговоров о чувствах? Что это? Из своих семей они такую модель привнесли, где не было принято говорить о чувствах? Или не было такого вот необходимости или моды, что ли, спрашивать, что ты чувствуешь, что у тебя там с переживаниями? — Вы знаете, я вот сейчас подумал, это забавно. Ведь мы нация такой потрясающей литературы, в которой, наверное, как мало в какой другой, по крайней мере, так говорят. Мне трудно сказать, но я верю на слово. Описание чувств существует. У Достоевского, у Толстого, у Пушкина, у Чехова, у Булгакова. Ну, кого не возьми. Я думаю, может быть, наши гениальные предшественники все чувства за нас назвали, и тем самым слова наши забрали, и нам кажется, что уже больше ничего нельзя на этой территории Российской Федерации сказать о своих собственных чувствах. То есть в этом есть определенные... — Мы были читающей нацией, потому что там все переживали и доживали. — Да, то есть когда вы говорите о том, что нету традиции, я думаю, ну как нету традиции? Мы же все в школе проходили этих писателей, и мы видели, как Мышкин говорит о своих чувствах, да, князь Мышкин, да, как, не знаю, Пьер Безухов говорит о своих чувствах, да, вот, как мастер говорит о своих чувствах. Мы же все это... Ну, оно, я думаю, оно вот впиталось. Другой вопрос, почему мы не пользуемся этим языком? — Ну, вот почему-то не пользуемся. Как начать пользоваться? Вот как начать жене со своим мужем начать говорить о чувствах? — Вот когда вы так вопрос ставите, Лен, мне кажется, что вы как будто встаете на сторону жен, и в этом есть какое-то принуждение в отношении мужчин. Может быть, мужчины ждут... — Нет, не мужчины. Мне так легче встать на место жены или супруги. — Ну, по большому счету, я сейчас немножко ушел от вашего вопроса, возвращаюсь. Люди начинают говорить о чувствах, когда они понимают, как это важно друг для друга. Причем, наверное, в семьях, я могу об этом сказать, существуют определенные традиции. То есть вот встретились молодой человек и девушка, да, и они друг другу что-то о чувствах говорят. Ну, как-то он ей признается в любви, она ему, может быть, в ответ что-то говорит. То есть они, как говорят психологи, вербализуют то, что происходит с ними. То есть они не только переживают это, но еще и обозначают, да, словами обозначают. Вот мне сейчас с тобой хорошо, или там мне прекрасно, у меня восторг и так далее, да. Или вот то, что ты сейчас сказал для меня, меня как-то задело. Вот. А может быть, такой традиции разговора о чувствах нету. То есть в принципе нет традиции, да. Где-то в самом начале он ей сказал, я тебя люблю, ну, в лучшем случае, и пойдем в ЗАГС. Она сказала, да, хорошо. И может быть... Через 10 лет она ему говорит, ты мне 10 лет не говорил, что ты меня любишь. Он говорит, ну, я же тебе уже сказал, в общем-то, если бы что-то изменилось, я бы тебе дал понять. Поставил в известность, да. Я бы подал объявление в газету, и ты бы об этом прочитала. Вот. И здесь много всего, я боюсь, что мы расплывемся, ну, пунктиром обозначу. О чувствах говорят не только словами, да. Делами я об этом говорил, да. И о чувствах говорят отношениями какими-то, да. Ну, как человек проявляет свое отношение. Молчанием говорят о чувствах? Я думаю, что о чувствах молчанием говорят. Я думаю, что даже иногда люди, когда молчат, они пытаются перевести разговоры из словесной формы. Ну, знаете, как бывает, она думает, например, ну, сколько можно говорить, вот он бы подошел и обнял меня, да. Или он думает, ну, сколько можно это выяснять. Она бы могла просто извиниться, ну, за что-то, что она сделала, да. И это все вернуло бы на прежний уровень. Ну, в норму хотя бы, да, как-то к нормальной жизни она свернула. Да. И вот мне еще такой пример пришел в голову. Может быть, мы с вами сейчас немножко романтизируем отношения, но ведь отношения бывают разные. Отношения бывают построены супружеские или парные. Не исходя из романтизма, исходя из прагматизма, может быть, да. И тогда люди мучаются друг с другом. Тогда люди живут и не разговаривают, ну, потому что разговоры не нужны, потому что они, например, живут, чтобы вырос их ребенок. И они ждут, когда вырастет один или два ребенка, да. И когда я таких людей спрашиваю, ну, в такой ситуации спрашиваю, а что, ну, что вас держит друг с другом, что вас держит рядом друг с другом. Я думаю, что я говорю какие-то обыденные вещи. Люди говорят, ну, вот у нас маленький ребенок, супруга говорит, я не хочу, чтобы мой сын или дочь росли без отца. Мужчина говорит, я не хочу. Иногда он рассказывает, я сам рос без отца, я не могу уйти или я не могу что-то изменить, да, потому что я не хочу, чтобы мой сын был в такой же ситуации, как и я. И вот, да. Если вы сейчас приводите пример, я могу предположить, что человек пришел к вам и обратился уже с какой-то проблемой, да, это, возможно, жалобы на здоровье, на бессонницу, не знаю, болит тут, еще как-то, да. Вроде у меня все ровно, все нормально в семье, жена, дети, работа. Все привычно, я бы сказал. Все привычно. Вы правы, люди очень редко приходят, ну, реже, наверное, я совру, если скажу, очень редко, реже приходят, ну, по крайней мере, ко мне как к врачу, я думаю, что я это понимаю, ну, к врачу же приходят жаловаться на здоровье, поэтому люди ко мне приходят и в основном говорят о бессоннице, о тревоге, об отсутствии аппетита, о сниженном настроении, о модных ныне, да, панических атаках, вот, и какое-то время приходится потратить, чтобы связать то, что их беспокоит, ну, вот те жалобы, которые вы, на которые вы указали, с отношениями, и оказывается, что, для людей оказывается, они сами это подтверждают, что эта связь есть, да, что бессонница, страхи и так далее связаны с тем, что происходит внутри семьи, и наша работа, моя работа психотерапевта, как я ее вижу, делать эту связь более понятной для самого человека, то есть видеть, как он, ну, грубо говоря, болеет в отношениях, да, как он приспосабливается к тому, что есть, а, есть вот эти отношения, да, с помощью болезни, вот, и в этом смысле болезнь – это еще один способ говорить о своих чувствах. Обращаюсь к нашим телезрителям, напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22, звоните, делитесь своими историями, говорите ли вы в своих семьях о чувствах, или предпочитаете молчать, или, возможно, болеть. Елена, я хочу вам задать вопрос один. Вот мы этот, то, с чем вы сейчас обратились к телезрителям, для меня важно, и мы с вами обсуждали, да, а когда мы просим позвонить телезрителей, чего мы хотим, чтобы они принесли свою историю, на ваш взгляд, зачем мне, стоящему там, позвонить? Как вы думаете? Мне проще ответить, зачем мне эти звонки? Зачем вам? Ну, эти звонки, они устанавливают связь с аудиторией, и мы можем тогда от наших фантазий и рассуждений немножечко приземлиться, да, то есть вот... А вы думаете, мы фантазируем, или мы, ну, такой абстрактный, намеренно взяли разговор, да? Ну, каждый из нас, наверное, все-таки реальные какие-то истории держит в голове, мы задаем о них, адресуемся, возможно, мы и к своим личным историям, или к историям своих знакомых, но хочется поделиться, возможно, своим опытом, мне хочется, чтобы вы поделились своими знаниями со зрителями. Возможно, да, у меня фантазия, что мы можем быть полезными. Полезными тем людям, которые смогут до нас дозвониться, да? Да. Единственный момент, в прошлый раз, когда были у нас звонки в передачу, люди задают конкретный и прямой вопрос, как не быть или что делать. Всегда ли ответ именно вот на таким образом поставленный вопрос, он продуктивен, он ведет к какому-то результату положительному, или к разрешению какого-то конфликта или ситуации? Я могу сказать, что этот вопрос очень точный, Елена. Какой? Что делать? То есть тот вопрос, который задают люди, опять же, возвращаясь к опыту, возвращаясь к тому, что я вижу в кабинете, те супружеские пары, которые приходят, это буквально происходит так. Супруга рассказывает о том, что обычно она, такой паровоз, она рассказывает о том, что происходит в семье, что ее что-то не устраивает. Но это очевидно, что ее что-то не устраивает. Мы здесь, потому что она что-то не устраивает. И очень часто так бывает, что супруг искренне поворачивает к ней голову и говорит, ты скажи, что мне делать. То есть, по сути, он задает тот самый вопрос, который нам задавали телезрители в прошлой передаче. То есть, нам кажется, что нужно изменить. Им кажется, нам кажется, что нужно изменить. Ты скажи, мне нужно подходить и обнимать тебя не один раз в день, а два раза в день или три раза в день. Конечно, здесь очень быстро можно свалиться. От этого вопроса веет механизм, механистичностью какой-то, издевательством. Таким инструментарием каким-то. И парадокс в том, что супруга не может обычно ответить или супруг на такой вопрос. Что мне делать? Ты мне не даришь цветы. Хорошо, мне нужно каждый день дарить тебе цветы. Когда он задает такой вопрос, она понимает, что дело не столько в том, как часто он их дарит, а с каким настроением он дарит. Она говорит, ты мне мог бы дарить их с ласковыми словами. И он говорит, а какие слова мне нужно говорить? И в этом есть, с одной стороны, как будто издевательство. Она начинает на него сердиться. Ну, как будто он какой-то глупенький и не понимает. А с другой стороны, ведь он готов обучиться. Ну, как будто он говорит, научи меня, как мне к тебе подойти, чтобы ты была довольна. И, может быть, вот тот самый разговор и диалог, о котором вы говорите, он начинается с того, что мы друг друга учим, как к нам подойти. Хотя я знаю, что иногда людям кажется, что это будет не по-настоящему. То есть, если я ему скажу, и он так сделает, или она так сделает, то это будет формально. Да, это будет формально. И здесь есть какая-то такая двоякость, когда она говорит, я хочу, чтобы ты действовал по-другому. Он спрашивает, как? Искренне спрашивает. Или она спрашивает, что мне нужно сделать? Мне нужно борщ готовить? Мне нужно тебя встречать и целовать? Ну, прямо у порога, да? Мне, не знаю, кофе в постель тебе нужно? Мне нужно голой ходить по квартире? Что мне нужно сделать, чтобы твое отношение ко мне изменилось? И он не может ей ответить. Потому что любой ответ... И в этом, ну, кажется, такая проблема. То есть, они начали разговор, они начали друг с другом говорить, но сразу столкнулись с тем, что вопрос, что делать, оказывается тупиковый. Догадайся сам. То есть, меня не устраивает то, что у нас происходит, меня не устраивает то, что ты делаешь, но я не скажу тебе, что делать, ты должен сам догадаться, да? Это такое в большинстве случаев. И как тут догадаешься, да? Предлагаю немного отвлечься. И нам задают вопросы, в том числе в социальных сетях. И вот Ирина, одна из зрительниц нашей передачи, спросила, что делать с тревогой? Вот такой короткий вопрос. Не пояснила, о чем эта тревога, давно эта тревога. Вот что делать с тревогой? Вообще, что это за чувство такое тревога? Это я уже от себя добавляю вопрос. Вы знаете, я, может быть, так же коротко, как Ирина спросила, я коротко отвечу. Может быть, меня коллеги потом сильно дискутировать будут со мной. Ну и ради бога. Ирина, приходите со своей тревогой ко мне, кому-то из моих коллег. Задайте этот вопрос лично. Или звоните нам сюда, в студию. Мы немножечко будем иметь возможность поговорить о тревоге. Что вы вкладываете в это понятие хотя бы? Я немножко расшифрую вот такой, может быть, нахальный свой ответ. Тревога стала, уж извините меня за жаргонное слово, наверное, ну, определенной помойкой такой, я так иногда грубо говорю, да, свалкой смыслов. Когда человек говорит, мне тревожно, совершенно непонятно, что он имеет в виду. Это тревога котенка Гава, который прибежал к щенку и готов тревожиться вместе, да, искренне, но вместе, да, какая-то совместная тревога. Это тревога, которая не позволяет человеку выйти из дома, и он годами сидит дома и закрывает плотно шторы. Это тревога перед выступлениями, когда он выходит на публику, да. Это тревога прикосновений, то есть мне хорошо, но когда я прикасаюсь к объекту своего желания, к мужчине, к женщине, к ребенку, к чему-то, да, я вдруг чувствую, как сердце мое начинает биться, да, о чем эта тревога? Вот я думаю, что выяснить это можно только с другим живым человеком. Мне больше это нравится, идея, чтобы обсуждать это с кем-то, с самим собой, с тревогой практически не разобраться. Вот я бы так ответил. Вернемся тогда к нашей основной теме. Вначале мы заявили, что поговорим об отложенной честности. Вы как-то эту формулировку употребили у нас в разговоре, мне очень понравилось. Что вы вкладываете в понятие отложенной честности и какое она имеет отношение к семейным отношениям? Ну, наверное, я просто вспоминаю этот термин у меня появился тогда, когда я пытался описать то, что у меня происходит иногда в отношениях с другими людьми, что-то, чему тогда названия не было. Что я имею в виду? Это, кстати, связано с тревогой тоже. Отложенная. То есть я что-то откладываю из нашего разговора с вами, Елен, с кем-то из своих партнеров, с кем-то из своих собеседников. Я что-то откладываю. То есть я понимаю, что я откладываю ту самую честность. Что такое честность? Я откладываю, возможно, то, что я мог бы сказать. То, что мне не нравится, например, в супружеских отношениях. Пример. Мужчина и женщина только познакомились. Раз уж мы про отношения, то это пусть будет традиционный мужчина и женщина. Хотя я думаю, что здесь пол не так важен. Мужчина и женщина познакомились. У них, допустим, первое свидание или какой-то медовый такой период. И они друг к другу присматриваются, они друг к другу нравятся. Но что-то им начинает не нравиться. Например, ей не нравится, как он шмыгает носом. Или ей не нравится, как пахнут его руки. Классика жанра – разбрасывает носки. Нет, ну до носков еще не дошло. Они еще не появились в одном пространстве. Ему не нравится, как она ходит. Или ему не нравится, какого она роста. Или ему не нравится, как она употребляет какое-нибудь слово «паразит». И ведь не хочется испортить то замечательное чувство, которое складывается между людьми. И я отмечаю, что мне что-то не нравится, но я откладываю это на потом. Я думаю, что, может быть, это само куда-то денется. Но, может быть, потом со временем я замечаю, что я обращаю на это внимание все больше и больше и больше. То есть я о чем-то не говорю. Это вот к тому, о чем вы спрашивали. Я правильно понимаю, дипломатия заканчивается в какой-то момент, проблема становится острее, негативное чувство накапливается, и, возможно, потом происходит некий взрыв, и он становится неожиданностью для обоих. Это забавное слово неожиданностью, потому что и тот, и другой копит. И в момент конфликта иногда люди могут наговорить друг другу то, что они как раз в виде честности откладывали. Ну, на потом. То есть пытаясь сохранить, в итоге они приходят к потенциальному разрушению. Ну, когда вот этих отложенных вещей оказывается очень много, и она говорит, ах, тебе и моя мама не нравится, и то, как я хожу, и то, как я употребляю слово такое-то, и то, как я глажу тебя, она ему говорит, что... То есть он ей говорит, что тоже что-то не нравится. Да, но целые списки. У нас вообще целые свитки друг в отношении друга. Причем со временем они увеличиваются, растут у пары, да, и они друг другу предъявляют, год, лет совместного проживания становится больше, и списки становятся больше, да, список за 2019 год, за 2018, за 2017 и так далее. Вот. И главное, эти списки неуничтожимы. Вот. И... А честность здесь в том, что... Ведь я не хочу быть в отношениях подлецом и обманщиком. То есть если вы мне, Елена, скажете, что я что-то про вас думаю, и не сказал, ну, почему вы скажете, вы меня обманываете, то я не приму на себя эту фразу, я не скажу, что я вас обманывал, я скажу, что я определенную информацию откладывал на потом, может быть, в какой-то удобный момент, когда это будет не так травматично для вас, для меня и для наших отношений, я бы что-нибудь такое сказал. Возможно, это про бережность. Да, и в этой... В этом, безусловно, есть бережность, и бережность по отношению к партнеру, и бережность по отношению к себе. Потому что я не хочу называть себя лжецом, обманщиком в отношениях, да. У этого слова негативный какой-то компонент. Я честный человек, но только откладываю эту честность на время. Вот. Но, безусловно, это может принести трудности, это может принести разногласия, и такие ушаты, выливаемых друг на друга честных определений. А у тебя зубы кривые, а у тебя уши торчат, а у тебя косметика дрянь, а у тебя, не знаю, руки короткие, ну и так далее. — Возьмем паузу. Наша программа заканчивается. В студии с вами были Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Следите за анонсами программы в социальных сетях телеканала «Самара ГИС». Задавайте свои вопросы в комментариях под этими анонсами. Или мы готовы принимать в личных сообщениях в тех же социальных сетях от вас ваши какие-то истории, вопросы? — Мы хотим говорить о том, что является в быту, что традиционно, но поговорить об этом, может быть, так, как мы об этом не говорим. Нетрадиционно. О традициях нетрадиционно. Вот, наверное, так. — Присоединяйтесь к разговору в следующую пятницу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова